Таким 2018 был для экономики Казахстана. Пока мир окутывала волатильность, цена за баррель нефти балансировала между 50 и 80 долларами, Казахстан продолжал создавать подушку безопасности в виде перерабатывающих предприятий, уходя от добычи сырья. Президент поручил открывать малые и средние предприятия, которые могли бы быстро реагировать на рынок и в случае необходимости перепрофилироваться, а еще продавать продукцию высокого передела, себестоимость которой намного выше. А вот что ждет нашу страну в 2019 и не подложит ли новый год экономики Казахстана свинью, расскажет Елена Шрайбер. Полный отчет правительства о социально-экономическом развитии страны будет готов в начале 2019 года. По прогнозам экспертов, рост ВВП ожидается в 4%, а инфляция останется в коридоре от 5 до 7%, как это и планировал Национальный банк. А вот удастся ли сохранить эти показатели в следующем году, зависит не только от внутренних факторов, но и внешних, причем в большей степени. Казахстан является малой открытой рыночной экономикой, то есть мы не находимся в вакууме и мы очень зависим от внешних обстоятельств. Это будет зависеть в том числе от того, как будут развиваться внешние факторы. То есть, опять же, вопрос, мы все знаем, вопрос, будут ли ужесточения антироссийских санкций со стороны Америки. Второй момент, будет ли ужесточена, скажем так, торговая война, на которой пока сейчас некоторые перемирия. Перспективными останутся нефтедобывающий сектор и горно-металлургический комплекс. Эксперты отмечают их высокую рентабельность. По их словам, если мировая конъюнктура цен будет комфортной, то они останутся драйверами роста экономики. Довольно перспективными будут в следующем году, опять же, при стабильном потребительском спросе будет сектор машиностроения. В общем-то, он довольно тяжело переживает резкие колебания, но и как при дешевом тенге, как при сильном, как при слабом тенге, он обладает хорошими, очень экспортными возможностями. Ну и, конечно, такой старый драйвер, который постепенно раскручивается, раскручивается, раскручивается и начинает влиять все больше и больше на экономику, это сельское хозяйство, агропромышленный комплекс. В этом году у них по ноябрю рост 2,9. А вот что будет с курсом тенге, эксперты утверждать не решаются. Волатильность цен на нефть не дает строить краткосрочные прогнозы. Впрочем, у правительства Казахстана разработаны три сценария на ближайшие годы. Оптимистичный с ценой за баррель нефти в 55 долларов, базовый рассчитанный на 45 долларов за баррель и пессимистичный, подразумевающий, что стоимость черного золота опустится до 35 долларов за баррель. По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, в 2019 году экономическая активность в 36 странах достигнет роста в 3%. В этом списке обозначенный Казахстан. Но по данным аналитиков, все зависит от цены на нефть и увеличения объемов ее добычи. И если второй пункт Казахстан обеспечил, то на первый влияют внешние факторы. Елена Шеребер, Марадий Ханбаев, Хабар 24, Астана.